Так, всех приветствую с радостью на этом выступлении, первом отдельном выступлении Go. И сегодня я бы хотел поговорить о Go Toolkite. Итак, для чего же он вообще нужен? Изначально идея его заключается в том, чтобы у нас было надежное, хорошее приложение в результате разработки, и чтобы его было удобно в дальнейшем поддерживать и обрабатывать. Итак, более подробно мы будем рассматривать проблемы, которые возникли в сообществе IT в 21 веке, а именно, когда у нас появились долгоживущие проекты, которые необходимо поддерживать в течение долгого времени, когда появились большие команды разработчиков, которым каким-то образом необходимо эффективно взаимодействовать между друг другом. Также появилась необходимость привлечь новых разработчиков с других языков и также новичков, и, следовательно, у нас появляются дополнительные требования к оформлению кода, к тому, как контролировать их взаимодействие. Надежность и стабильность по-прежнему являются одной из основных требований, которые предъявляются к программному обеспечению. И поскольку ресурсы у нас не обезграничны, нам стоит их ценить и как можно более эффективно использовать, поэтому мы будем и оптимизировать наш код. Рассмотрим, какие циклы происходят при разработке программного обеспечения на языке Go. Итак, мы для начала подгружаем все наши необходимые зависимости, далее мы пишем код. После того, как код написан, его необходимо обработать таким образом, чтобы его было удобно в дальнейшем читать и воспринимать. Собираем наше решение в бинарный файл, тестируем, насколько оно корректно работает, и нам необходимо его сравнивать с другими решениями, чтобы прийти к выводу, является ли наше решение оптимальным или же нет. Далее, зачастую мы возвращаемся снова на этап написания кода, для того, чтобы пройти этот круг снова и снова, и прийти в итоге к подходящему, устраивающему нас решению. В языке Go у нас есть несколько переменных сред, это GoRoot и GoPath, которые необходимо устанавливать заранее, когда мы устанавливаем язык Go. Что касается GoRoot, в большинстве случаев он устанавливается автоматически в корректную директорию, и менять его стоит только в том случае, если мы устанавливали из архива и устанавливали не в стандартную директорию для Linux, Windows или Mac OS X. В этом случае нам надо будет поменять эту директорию на ту, куда мы установили сам язык Go. Что касается GoPath, то это, собственно, Doom для всех наших проектов. Все, что связано в дальнейшем с ними, будет лежать именно в этой директории. Она делится на три каталога. Это BIN, где будут лежать все скомпилированные бинарники, Packages, где будут лежать артефакты при сборке создаваемые пакеты, и Source, где будут лежать все наши исходные коды для всех проектов, в том числе, которые подтягиваются в результате команды GoGet со сторонних репозиториев. Если есть необходимость, можно посмотреть любую из этих переменных, выполнив команду GoEnv. И еще для удобства желательно добавить в свою пас-переменную путь GoPath.Bin, для того, чтобы было удобно вызывать готовые бинарные файлы. При выполнении команды GoGet у нас автоматически мы скачиваем в директорию Source проект, где он выстраивает такую же структуру дерева, каталогов, которую имел на, к примеру, GitHub. А далее он производит инсталляцию в директорию BIN готового файлика. Итак, одна из очень-очень важных и полезных вещей, которые есть в Go, это кросс-компиляция. Поскольку Go это компилируемый язык, то результирующим файлом является бинарный файл. Так вот, было проведено довольно сложное и интересное исследование создателями языка, в результате которого они пришли к поводу, что можно при помощи некой прослойки между компилятором или ассамблером и линкером, сделать перевод на любой из необходимых языков, понятных любой операционной системе. Таким образом, есть замечательное видео от RoboPyke, где он подробно рассказывает, какие именно они сложности решали и как это было достигнуто. Но для нас стоит понимать, что в Go есть возможность компилировать из-под одной операционной системы для любой другой из поддерживаемых. Здесь изображены как раз поддерживаемые операционные системы и архитектуры, и выбрать одну из них можно при помощи переменной Go.OS или Go.Arch. Таким образом, мы можем с точностью указать, по какой операционной системе мы будем компилировать наш бинарный файл, и следовательно, на нее мы сможем без проблем задеплоиться. Насчет без проблем. В одном из своих выступлений RoboPyke, а именно пословица Go, сделал хорошее замечание насчет того, что в Go поддерживается возможность выполнения C-кода. Однако, это находится за пределами зоны комфорта языка Go. Что это означает? У нас нету туда доступа к сборке мусора, мы не можем корректно работать там с памятью, у нас могут быть системные вызовы, которые мы не контролируем, а следовательно, у нас может нарушиться потенциально наша кросс-компиляция. Поэтому, если мы хотим компилировать файлы под другую операционную систему, настоятельно рекомендуется восстанавливать эту переменную в ноль, для того, чтобы мы гарантировали, что точно так же у нас будет работать и на другой операционной системе. Поговорим немного о тех флагах, которые есть у нас в Go.Build, и которые позволяют нам более эффективно использовать эту команду. Итак, у нас есть команда "-a", которая позволяет быстрее пересобирать бинарник. Но важно заметить, что в версии 1.10, которая вышла совсем недавно, пропала необходимость использовать этот параметр. По умолчанию Go.Build он уже будет собирать, используя некоторые артефакты с предыдущих сборок. То есть он будет анализировать, какие части кода менялись, и будет использовать те, которые остались прежними. Поэтому "-a", уже можно не использовать, если вы используете версию 1.10 и выше. Гонки. Go.Link – это язык, заточенный под многопоточность. И, следовательно, у нас есть зачастую ситуации, когда мы должны получить к одному ресурсу доступ из нескольких потоков. Такие ситуации могут порождать race conditions. И чтобы заранее избежать этих ситуаций, поскольку эти проблемы возникают на этапе рантайма, то желательно упередить их и выполнить билд с флагом race, чтобы узнать об этом заранее. А BuildMod позволяет нам указать, какой именно тип конечного файла будет получен в результате нашей компиляции. Также у нас в Go с версии 1.5 появился компилятор, написанный непосредственно на самом Go. Однако остался и старый компилятор на C. При необходимости можно его использовать, указав compiler name gccgo. Далее у нас есть суффиксы, которые можно указать для того, чтобы наши бинарные файлы в результате сборки лежали в отдельном конкретной директории. И в случае, когда мы используем race, этот суффикс будет добавляться автоматически. id-flags позволяет, например, установить версию во время компиляции или значения для других флагов, которые объявлены в программе. Команда tags позволяет выбрать, с какими именно тегами файлы будут участвовать при сборке. То есть мы можем выключить таким образом некоторые файлы на этапе компиляции из нее. В общем случае стоит предпочитать install команде build, поскольку она работает быстрее. Но, как уже упоминалось выше, с версии 1.10 такая необходимость практически пропадает. То есть можно их почти равноценно использовать. За исключением того, что go build будет собирать и класть бинарный файл туда, откуда она была вызвана, а install автоматически будет устанавливать ее в директорию bin. Как уже упоминалось ранее, go язык молодой, а стало быть, он либо переманивает разработчик, разработчиков с других языков программирования, либо же он привлекает новых разработчиков. И те, и другие еще не знают при приходе на этот язык, как именно стоит оформлять, стилизировать код. И очень правильное замечание было сделано разработчиками языка, когда они упомянули, что наше внимание это такой же ресурс, как и время и что-либо другое. И когда мы тратим его на понимание, как именно оформлен код и как его читать, мы теряем его в том направлении, где нам надо понимать этот код. Поэтому было введено gofmt, а также goimports. Это две тулзы, которые форматируют наш код. При необходимости это можно сделать также и из консоли, при помощи флагов минус-д, которые покажут дифференс между двумя версиями, правильной и той, которая сейчас есть, а также минус-в, которая автоматически перезапишет. Разница между ними заключается в том, что goimports умеет в дополнение подключать пакеты из тех, которые были установлены через goget или же в стандартной библиотеке, а также убирать их при необходимости. А gofmt этого не умеет. Поэтому предпочтительнее использовать именно goimports. Он облегчает зачастую работу. Очень важным этапом написания любой программы является документация, поскольку она зачастую позволяет узнать о каких-то тонкостях и сложностях до того, как появится необходимость разбираться во всем коде абсолютно. Можно упомянуть эти вещи непосредственно в документации. Для этого есть целых три способа в стандартной библиотеке. Первый это go-list. Он по умолчанию вводит адрес пакета, вводит зависимости, а также при помощи флага минус-ф он позволяет использовать стандартный go-template-шаблонизатор для вывода любого из полей структуры package. В удобном для нас формате, разумеется. Go-doc по умолчанию вводит документацию по пакету, но также он умеет вводить название, также вводить информацию по функциям, или же по переменным. У нас есть также go-doc-slit, это сервер, который поднимается на определенном порту, и у нас появляется доступ к документации через браузер в оффлайновом режиме, но самое приятное, что документация доступна не только из стандартного пакета, но и также из любого из установленных пакетов в go-pass. В go компилятор намного жестче, чем во многих других языках. Однако он все еще продолжает позволять многие вещи, которые в дальнейшем могут усложнить расширяемость кода и поддержку его. Так, например, ошибки, как упомянул Rupike в одном из своих выступлений, являются одной из неотъемлемых частей языка go. Они обрабатываются так же, как и любые другие значения, поэтому их категорически не рекомендуется занулять или игнорировать. Компилятор go позволяет такие вещи делать, однако error check будет ругаться и сообщать, в каком случае, где у нас произошла такая ситуация, что мы проигнорировали ошибку. Также он может проверять OK значение. GoVet может быть полезен в случае, если у нас есть... Он на самом деле решает множество проблем, но, к примеру, он умеет проверять соответствие параметров placeholder в командах printf, а также он на самом деле много чего умеет, еще помимо этого, что описано в документации довольно подробно. Static check выполняет многие и те же функции, что и GoVet, однако является более расширенным его наследником. Что касается GoLint, он проверяет base practices, является в большей степени стилистическим линтером, однако плюсом является то, что он был создан командой Go, и он максимально приближен к тому, как в Гугле считают правильным оформлять код. Он может подсказывать, как лучше назвать, к примеру, метод, или же подскажет, если у публичного метода не хватает документации. Начинающие разработчики не всегда знают все возможности языка, а также при переходе с одной версии на другую могут быть такие случаи, когда мы что-то упустили. GoSimple может подсказать, какие best practices, а также встроенные возможности Go можно использовать вместо тех решений, которые были в нашем коде. Стало быть, он улучшает читабельность и улучшает качество кода. В Go запрещено объявлять переменные, которые не были использованы. Однако это не распространяется на функции и методы. Unused исправляет эту ситуацию, ругаясь на такие ситуации, и мы будем знать, когда нам необходимо использовать или же почистить код, который более нам не нужен. Unparam работает аналогично только для параметров функций и методов. Линтеров очень много, поэтому появилась необходимость в том, чтобы систематизировать их работу и вывод. GoMetaLintr справляется с этой задачей. Он объединяет в себе практически все линтеры, в том числе и все упомянутые ранее. Просто не все из них включены по умолчанию. Он систематизирует их вывод, приводит к одному формату и запускает их одновременно все. Таким образом, мы всегда знаем, что наш сетап MetaLintr будет вызывать всегда одни и те же линтеры. Они будут проверять наш код согласно тем требованиям, которые мы ему ввели. У GoMetaLintr есть возможность настройки своего конфигурационного файла, где мы можем за счет флага Enable включить какие-то линтеры из выключенного. А также мы можем в формате JSON задать все необходимые настройки и сохранить их в каталоге проекта. Таким образом, они будут распространяться именно на него. Тестирование кода – это очень важный момент, поскольку он позволяет сделать его куда более надежным. И самое важное, что при расширении проекта мы будем знать, что те участки кода, которые писались долгое время назад, к примеру, перестали работать. И это будет сигналом к тому, чтобы мы своевременно исправили эти проблемы до того, как они будут обнаружены после окончания работы. Есть несколько основных, самых известных принципов написания тестов, такие как тесты должны быть быстрыми, они не должны задерживать процесс разработки, они должны быть изолированными друг от друга, это означает, что они не должны зависеть от результатов других тестов, они должны быть повторяемыми, что означает, что при одинаковых входящих данных должны быть всегда одни и те же выходящие данные. Они должны всегда однозначно трактовать свои результаты, что означает, что мы не вмешиваемся и не пытаемся интерпретировать результаты работы тестов, они всегда точно нам дают понять, закончились они успешно или нет. А также они должны быть своевременными. Ненаписанные вовремя тесты практически сводят на нет возможность их написать в дальнейшем, поскольку код всегда только усложняется и только расширяется. В Go встроена библиотека GoTest, которая значительно упрощает работу с тестами и позволяет их писать из коробки. Однако, тесты писать довольно сложно с точки зрения того, что нужно понимать, как поломать свой код. Код зачастую бывает большим, обширным и не всегда просто подобрать такую комбинацию параметров или же последовательность действий, которая приведет к экстренной ситуации. На помощь приходит GoFast, написанный Дмитрием Вьюковым, который позволяет на основании принципа покрытия кода, а также алгоритма мутаций, пройти по всему нашему проекту и найти такие ситуации, которые могут вызывать падение программы. Или же не обязательно падение программы. Мы сами задаем изначальную функцию и сами определяем, какой именно исход будет считаться провалом. Для его работы нам необходимо объявлять несколько директорий, которые будут во время работы наполняться временными файлами. По мере прохождения итерационного процесса, он будет записывать туда с успешным или неуспешным результатом, он прошел те или иные условия. Мутации в этой ситуации работают следующим образом. Мы задаем некоторое начальное значение, которое в процессе работы программы изменяется. И в результате этого изменения программа проверяет, зашли ли мы в те или иные кейсы или нет. Если она видит, что мы не зашли в какой-то определенный кейс, она будет мутировать до тех пор, пока мы туда не попадем. Вывод таков. Тесты это замечательно, но стоит всегда помнить о том, что для тестирования необходимо очень хорошее понимание программы и лучше усилить эти тесты go-fazen, который будет нам добавлять уверенности в том, что все пройдет гладко и на деплойменте. После результатов написания программы, когда мы сформировали уже бинарный файл, нам необходимо как-то сравнить результаты, чтобы понимать, что такое лучше, а что такое хуже. Здесь на помощь нам приходят бенчмарки, которые в go представлены в виде бенчмарка в пакете тестинг и go-work, а также профайлеры и трейсеры. Немного подробнее о бенчмарках. Они встроены в стандартный пакет тестинг и идут из коробки у нас сразу вместе с языком go. Для их работы необходимо написать специальную функцию, которая будет, собственно, и производить бенчмаркинг. Желательно ее писать таким образом, чтобы она повторяла неоднократно действия, чтобы у нас была некоторая статистическая выборка, а также чтобы она нагружала программу с разными степенями ее загруженности, то есть чтобы у нас была некоторая статистика зависимости того, как много мы данных подаем на вход и как сильно от этого изменяется производительность программы. По умолчанию она замеряет исключительно время. Однако это можно исправить за счет флага BenchMem, тогда она будет показывать нам количество элоцированной памяти, а также количество ее элокаций, как и изображено на слайде. Также для того, чтобы нам хоть как-то можно было оценить, изменились наши результаты или нет, и сделать это удобно, есть пакет под названием BenchCMP, который позволяет нам сравнить два файла, результаты работы бенчмарков, и численно показать, насколько у нас произошли изменения в ту или иную сторону. Что касается профайлеров, то это очень мощный инструмент, который по сути работает следующим образом. Он опрашивает нашу программу регулярно и пытается узнать, что она в данный момент делает, какие действия производит. В результате этих опросов он создает некое дерево вызовов, где мы можем узнать, сколько раз вызывался какой участок кода, откуда он вызывался, сколько времени ушло на его обработку. Также есть GoTorch. Это библиотека, основанная на P-Profi, но она выводит данные уже в другом виде. Из этих графиков довольно очевидно, что они оба являются крайне полезными, но и желательно их использовать для разных целей. К примеру, результат работы P-Profi, он дает очевидно наблюдать, как именно происходит стек вызовов, что зачем вызывается, и где у нас происходят циклы вызовов. А GoTorch позволяет довольно удобно понять, на что у нас больше всего уходит времени, и откуда стоит начинать оптимизацию. Трейсеры – это механизм, который появился в Go в связи с его возможностью конкуренции и параллелизму. Основная его идея заключается в том, что вместо того, чтобы опрашивать программу, он требует программу сообщать каждый раз, когда она что-либо производит. В результате у нас есть довольно подробная информация о том, какой процессор, что выполнял, какие Go-рутины, где выполнялись, как долго мы переключались между контекстами, где у нас происходили сборки мусора и по какой причине у нас происходит излишняя загрузка процессоров. Таким образом, стоит комбинировать использование и трейсеров, и профайлеров, просто каждый для своих целей. Профайлеры хороши для того, чтобы понять, где у нас больше всего времени уходит, на какие участки кода, когда мы говорим о непрерывном выполнении, а трейсеры в случае параллельного выполнения, чтобы следить за тем, как именно наши Go-рутины взаимодействуют в рантайме. Здесь я подобрал несколько очень полезных ссылок. Многие из них были источником информации для меня при подготовке данного доклада. Assembly Design – это доклад Руба Пайка, где он рассказывает подробно о том, какие именно они решения приняли в моменты создания кросс-компиляции в Go и также написания собственного ассемблера. GrowPerobs – это доклад о том, какие хорошие краткие и хорошие высказывания, о том, какие практики стоит использовать при написании программ на Go. BuildFlags – хорошая информация и подробная насчет того, какие флаги и что делают и какие у них есть дополнительные параметры. GoTools – это информация о том, какие дополнительные программы использует один из промоутеров языка Go, Francesco Ampoi, и там он подробно показывает на примерах, как он именно их использует. и использование ППрофа и Трейсера – это его же видео, где он подробно рассматривает задачу, связанную с параллельными вычислениями, используя ее на ее основе ППроф и Трейсер и показывает, как именно они действуют и какие результаты и выводы мы можем делать из их работы. Благодарю всех за внимание. Может, у кого-то вопросы есть? Мене слышно? Слышно. Да, чудово-чудно. Ну, дивіться, я, як і коли ти робив внутрішній доповіди, тобто Денис свідоповідь уже повторю, трошки не погоджуюсь з загальним циклом, який тип наводив на самом початку. По Development Life Cycle в Go. Да, 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 ось цей. Дивіться, мені здається, що білд, він йде, ну, в самому кінцовому варіанту. Тобто, коли ми вже зрівняли там перформанс і наш варіант наш задовірняє, тоді ми білдемо салюшн, ідемо далі. Код валідашн, тести, вони ранняться, ну, з білдом, але все ж таки трошки іншими. Це такий, як optional. Дякую. Може, ще у когось було якісь запитання? Ні, на самому те, що хочу подякувати Денису, він підготував чудову доповідь. Я вважаю, що з нею гарно починати серію таких незалежних з ком'юніті існування, коли ми починаємо з тілсету, і тілсет дійсно дуже важливий в ГО, і важливо, щоб кожен девелопер був з ним знайомий, знав, як і коли використовувати, і, в принципі, розвивався в цьому напрямку. Щоб для кого не було там загадкою, чим трейсери від профілювання відрізняються, чи як там запускати тести, чи як будувати версію, ну і так далі. Так, ну я тоді презентацію поки виключаю. Добре, я тоді раджу всім подумати. На наступний раз в нас є тема. Ми ще вдумаємо, якою вона сама буде. Тобто, чи Діма нам розкаже про логування, чи про GitFlow. Обидві теми цікаві. GitFlow – він більш general. Подивимось. Надалі, все ж таки, я хотів би, щоб у нас спільнота сформувала якийсь запит, на що зробити ухил, які теми більше розкрити, яким придалити в першу чергу увагу. Це було б дуже чудово. Добреньке, тоді я всім дякую і чекаю на зворотній зв'язок від вас.